я котом карагайский восточный казахстан наш родился в шестидесятом году всего солнечное раньше было настроя было в семье юра старший брат я и лена сестра вот сейчас лена в городе живет из каменногорске юра в катоне я вот здесь уже 25 лет живу пусть и зовой жена будь она сама у сезуинская я отсюда лес возил с тесной с дружили ну как дружили три дня знал и забрал это а потом когда лесхоз развал пошел от советского союза ну и сердечко прихватило инфаркт был врач мне сказал лесовоза бросайте с машины ушел потом борис александрович красков вот он говорит айда хоть охранником пока в лесхоз ну а потом гена приехал здесь держал лесхозную пасеку путин брат айда пчеловодом я тебе двадцать семей лесхозных дам и вторую пасеку айда краскову директору зайдем поговорим разрешит значит будем делать ну вот так и получилось все ягод согласен борис еще лучше даже будет вот это говорит чел боюсь я боюсь я раньше боялся все а теперь без них не могу вот так я учился в школе ленина в каков катоне десятилетка там так 11 класса я 11 не стал 8 кончу потом пошел вечернюю и учился на плотник бетонщик столер четвертый разряд выучился работал в пмк 24 15 потом сколь работал вот эти 16 квартирные дома которых которые стоят это все наша работа встроили и отец работал на лесовозе мать у меня работала вначале на сушилки в лесхозе и семена сушили не волки там кедровые эти шишечки в лесничестве потом мать пошла ушла на работать на роддом короче но отец до последнего дня работал на лесовозе и мы на лесовозах пошли с юрой по династии венецкой этот дом меня борис александрович красков директор лесхоза отдал мне его на дрова как за хоро хороший работник чем ее куда его возить будем а тебе ну под шаманишь может переберешь там баню всего сделаешь или амшанник для пчелок ты ведь не собираешься дубы кочевать его да нет пока ну вот мне его дал на дрова моего под мало-мало подшаманили в него окон был не было ни крыша вся тут рубероидом была закрыта вся дырявая градом победы все переделали по подделу не замерзаем пойдет я меня тяга к технике почему-то то ли отец как то это у отца рама лопнула пополам 131 перегрузку я ему помогал с раму на раму весь зил перебрали из гаечки до болтика я ни одного дня не пропустил чтобы я все помогал отцу переставлять отец меня учил как двигателя делать он разберет двигатель играть собирать показывать где я неправильно делаю вкладыши там туда-сюда от руки чувствовать должен зажим вкладыша там я не надо менять килограммы там станки датчики не надо я на слух регулирую двигатель работал что-то мягко чисто до того уберешь ему холостой ход можно рукой за лопасти пойматься и держать про имени проскальзывает а лопасти держит вот так отец учил меня здесь что-то какая-то не знаю я в лесу иду сижу где-нибудь в лесу мне хорошо я к речке уйду даже чё не бывает что где-то психонёшь то всяк на речку уйду сижу на речке шум речки успокаивает даже если до того сильно уже когда меня достает что-нибудь такое я вот посередине улья сяду или улья открою и смотрю с ними моя-то все говорит подставлю задницу тоже повернулся наверное чё ты с ними разговариваешь думаешь они тебя понимают и такое бывает двадцать пять лет здесь уже привык гути говорит айда в катон обратно поедине там дом есть все жизнь будет там а там пчел негде держать там бесполезно с пчелами там работы нет до пенсии меньше полгода давай мы потерпим еще маленечко на пенсию выйду даже вышли то посмотрим не наша не пропадала дом стоит нам счет дом листья не теплый можно и уехать вот сыну здесь оставлюсь если согласиться и зиму можем там жить на лето сюда женой приезжать так можно сделать я не никогда ни о чем не жалею идет как пускай она идет значит так должно быть под ленинград звали ленинград прям уже и квартиру держали трехкомнатную для нас все будет бросать и отдать и приезжайте у васик машина но мы с женой посоветовались гучи отказались не поехали я все-таки родились выросли предки наши здесь а жалеть я ни о чем не жалею что как идет так идет всегда есть выбор человек старается выбирать то что ему нравится что не нравится уже не пойдет туда не будет это делать это так вы так наверное заведено в жизни все мне понравилось здесь меня отсюда теперь не выкурешь и здесь можно и нужно жить как кому-то же хвост и надо корову крутить идем кофе пить благодарен к этой природе что живу еще пока жене благодарен своей что терпит меня такого но так идет своем чередом не допускай она идет вот этому я благодарен же еще живой правильно скажу на больше я ничего не могу сказать как на чай с маслом хватает и живем надо удовольствие зачем тем что есть у тебя я так считаю есть невозможности нет не надо есть возможность пожалуйста бери купи там и договорить как-то а так я всем довольны пока семья более-менее живы-здоровых шевелится скрипит ну поздоровить и желать того лучшего особенно детям а так пойдет а так и Продолжение следует... 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 веселые друг дружке доверяли всегда помогали друг другу сейчас такого нет даже вот на мой дорогой остановишься капот открытый иномарки летят ни один не остановится несколько спросить чё там у тебя случилось а раньше как было на лесовозе я работал где-то чё-то если капот или колесо лопнет где-то но грузу больше большие выдели груза остановишься под донкрачивать бегут там вокруг машины любой шофер даже совхозник там он колхозник другой организации остановится николай чё тебе помочь или как сам справишься так-то ничего но бывало что есть полосе колесо вылазил перегруз гайки срывал ступичные помогали мы люди доверяли как ты дружно жили а сейчас такого нет не знаю исправится поди народ но что-то я сомневаюсь в этом ученизывая это вообще-то но я не знаю как она назвали из-за чего назвали так вот даже лесничество у сезавинское лесничество было у нас и сейчас она даже есть у сезавинское лесничество в коробике так пишется а вообще-то речка-то черемошка называется а почему у сезавая но у сезавая то и завая впадает в бухтару у сезавой вот ее назвали так забот хватает сами видите пчелки рыбалка бухтарма вундряточка пошел если надоела вся эта работа пошел по рыбачу хорисков поймал наловишь наловишь не наловишь и ладно так пойдет зимой сено-сено загребаешь снег чистим снег до трех метров вот трактора заводим чистим и во дворах снег с выталкиваем где никеда на сеновались тога трактором огребаем пешком ходить можно не бродить по снегу так вот занятия у нас в ограде все чистим так живем помаленьку все равно работать то надо как-то шевелиться надо у меня дядька всегда говорю вся жизнь в движении утром проснулся в наши сейчас мои годы хохо живой знать это мой радость и одним днем живешь ну как ничего она как сказать ведь все любой зверек любая бука рашка жить хочешь так что ну сколь проживем столь проживем меня-то чё уже я свою жизнь прожил детям жизнь а нам чё старикам день прошел и ладно утром проснулся хорошо не там болит там болит а значит живой шо а если ничего не болит значит же поля не в деньгах счастья в людях надо разбираться и ценить человечество достоинство человека душа у человека должна хорошая быть а